В это сложно поверить, но всего год назад на этом месте был пустырь и осколки былой советской славы. И вот уже высится белокаменная церковь. Правда, пока без куполов и окон, хотя по планам уже должны были стоять. Виной, как это часто сейчас говорят, кризис. Церковь, она неотделима от нашего народа и, как бы это ни говорили, неотделима и от государства. Поэтому все, что происходит в государстве нашем, касается и нашей церкови. Поэтому тот сложный период, который переживает наше государство, оно на нас также, конечно же, сказывается. Финансирование здесь – это в первую очередь пожертвования, а с ними стало заметно хуже. И все же работа идет. Буквально на днях стало ясно, как будет выглядеть прилегающая к храму территория. Обещают, что она станет полноценной заменой парку. Несмотря на то, что забором огорожено, ну это как и любая, в принципе, территория должна быть, но достаточно много входов здесь, вот здесь два, со стороны подъема на гору. То есть ворот будет очень много, чтобы можно было пройти. То есть рано утром будет открываться, поздно вечером закрываться. Правда, шашлыки здесь уже не пожаришь. Но, как справедливо отмечают служители церкви, для этого есть другие места. Тем более, что вся храмовая земля станет еще и своеобразным мемориальным комплексом. Территория бывшего ВДНХ, как известно, кладбище. Все найденные останки хранятся сейчас в контейнере, а позже будут захоронены внутри храма, вот в этой особой нише – крипте. Рядом, кстати, стоит подаренный храму памятник директору Гурьевского металлургического завода, чьи кости также покоились здесь. Купола храма будут вот такими зелеными, как у предыдущего здания, снесенного большевиками. Прежний храм Иоанна Предтечи находился немного в другом месте, в районе нынешней лестницы ВДНХ. И его шпиль был первым, что видели прибывавшие в город обозы. Нынешний восстановленный храм приветствует тех, кто прибывает в город по новому мосту. А его купола, когда они появятся, будут видны на много километров вокруг. Уже готов проект иконостаса, но сначала надо окна и крышу установить, чтобы дождь не заливал. Отец Иоанн говорит, грех жаловаться, обычно храмы строятся по 5-7 лет, а тут за год успели столько, что многим и не верится. Так что, дай бог, кризис отступит и работу закончат. Между тем, уже 7 июля, в день Рождества Иоанна Предтечи, здесь состоится божественная литургия, на которую приглашаются все желающие. Продолжение следует...